Суд оправдал экс-мэра Стаханова, проводившего референдум. Суд оправдал экс-мэра Стаханова Юрия Борисова, арестованного в 2014 году по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщил журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook. Несмотря на имеющиеся доказательства, документы и видео скатали очередной договор НИАК, считает журналист. Он отметил, что Борисов был одним из трех мэров, арестованных за сепаратизм. В настоящий момент под стражей остаются только Неля Штепа и Славянская Владимир Слепцов из Дзержинска. Остальные мэры, проводившие референдум, вообще не имеют проблем с законом и продолжают занимать свои должности. Получается, что антиконституционный референдум провели, тысячи людей погибли, но никто не виноват, написал Казанский. Как известно, задержанного мэра Юрия Борисова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Правоохранители установили, что мэр Астаханова сотрудничал с представителями прежней власти, а также некоторыми действующими депутатами от партии регионов. При их поддержке Борисов организовал и обеспечил проведение в Астаханове незаконного референдума 11 мая по отделению Луганской области от Украины. Ранее сообщалось, что Борисов сотрудничает со следствием по вопросам организации проведения и финансирования референдума по созданию Луганской народной республики. Могу поздравить вас с очередным достижением украинского правосудия. Суд оправдал меры Астаханова Юрия Борисова, который в 2014 году занимался организацией антиконституционного референдума и содействовал боевикам в разжигании военных действий против Украины. Несмотря на имеющиеся доказательства, документы и видео скатали очередной договорняк. Борисов был одним из трех меров, арестованных за сепаратизм. В настоящий момент под стражей остаются только Штепы из Славянска и Слепцов из Дзержинска. Но, думаю, и им тоже готовят оправдательный приговор, судя по прецеденту Борисова. Остальные меры, проводившие референдум, вообще не имеют проблем с законом и продолжают занимать свои должности. Получается, что антиконституционный референдум провели, тысячи людей погибли, но никто не виноват. По такому случаю, 6 июня в 10.30 предлагаю собраться у здания СБУ на Владимирской 33 и передать привет руководству этой организации. Захватим с собой портреты коллаборантов и устроим небольшую выставку коллаборационизм в лицах. Я не согласен с тем, что происходит и не могу оставаться в стороне. Государство, которое не способно себя защитить, обречено на погибель.